Рассыпчатые картофели с калининской персики и сливы из туапсе, изысканные сыры из станицы Старонижестеблеевской. Если проехать по краю, то собрать любой праздничный стол можно исключительно из кубанских продуктов. Фермеры ежедневно готовы производить сотни тонн сельхозтоваров, но делать этого пока не спешат. Места на частных рынках зачастую не самые проходные, а пробиться на прилавке торговых сетей практически невозможно. На трудности сбыта аграрии жалуются губернатору чуть ли не в каждом районе. Решение вопроса Вениамин Кондратьев озвучивает на краевой планерке. Давайте еще раз подчеркиваю, создадим систему фермерских двориков в нашем Краснодарском крае. И фермерский дворик поставить в каждом квартале, в жилом комплексе. В первую очередь здесь выиграют горожане, когда они будут знать, что есть фермерский дворик в каждом большом дворе. И у горожан из любого микрорайона есть возможность напрямую эту продукцию покупать. И что в этом плохого? Жители городов нам только спасибо скажут за это. Привозить свою продукцию в Краснодар и другие города Кубани сегодня хотят как минимум три сотни фермеров. Они обещают каждый день поставлять около ста тонн овощей, почти 150 мяса и больше 76 тысяч литров молока. На ярмарках выходного дня на эти продукты высокий спрос, но работают они только в субботу и воскресенье. Продавать же свой товар на рынках многим сельхозпроизводителям просто невыгодно. На рынке не все места востребованы. Мы прекрасно уже провели рейд небольшой, на рынке даже по улице Уральской, выходной день, немало закрытых павильонов. То есть просто отсутствие продавцов. То есть это обуславливается первое, а вы называли большой высокой стоимостью. Сделайте рейд по Краснодару и по любым еще двум городам, которые выбираете. Большим городам. О наличии возможности, еще раз подчеркну, реализации сельхозпродукции фермерами, малым, средним сельхозпроизводителям через фермерский дворик. Все. И что там реально стоит? Вот там, где есть, возможность была, видимо, скорее всего, стоит непонятно на что. А все загоняются в эти частные рыночки. Частные рыночки. Где фермеров никто не ждет. А если и ждут, то по условиям, которые явно не фермерские, и условия не сельхозпроизводителей. В этих условиях проигрывает и сельхозпроизводитель наш местный, и житель. Потому что в этом случае он покупает сельхозпродукцию в рамках искусственно завышенной цены. Вот теми организаторами всех этих рыночков. Все фермерские дворики будут муниципальными. По мнению Вениамира Кондратьева, только так эта система полноценно заработает. А вот на какие площадки привлечь инвесторов, районным властям еще предстоит продумать. К Сочинскому экономическому форуму каждый муниципалитет должен представить до 10 инвестпродолжений. С целью повышения эффективности подготовки к форуму предлагаем возобновить практику оценки качества работы органов исполнительной власти края и муниципальных образований по подготовке и участию в РИФ. Такая практика применялась несколько лет назад и показала свою эффективность. Если сейчас мы только слышим предложение возобновить анализ инвестпроектов, то, коллеги, времени-то уже нету на это. Я бы намного рад был другому докладу, когда руководитель департамента говорит о инвестиционных моментах каждого муниципального образования и где вот глава учитывает этот магнит, а где он не обращает на него внимания. Вот это вот по содержанию правильный подход того, кто отвечает за инвестиции. Он должен прочувствовать, прожить каждым муниципальным образованием с точки зрения его инвестиционной привлекательности. И вот тут сам, когда он это проживет, тогда он главе смело в глаза скажет, вот это вот работает, а это не работает. А вот это вот те инвестпроекты, которые явно нужны будут бизнесу. А просто главы должны, это неправильно, главы, конечно, должны, но вы все вместе должны выдать результат. А для этого должны понимать друг друга, слышать друг друга, чувствовать. Их вместе говорить на одном языке, инвестиционном языке каждого муниципального образования. Каждого. По традиции центральное место на Сочинском форуме займет стенд Краснодарского края. На этот раз представят будущее Кубани, то, как будет выглядеть регион через 12 лет. Своего рода это будет презентация стратегии развития до 2030 года. Но это должны быть не просто красивые выгородки, обращает внимание губернатор. Каждый проект необходимо тщательно проработать, чтобы все инвестпредложения было возможно реализовать. Жителям края нашего, всем жителям, нужен наш экономический результат. Экономический результат, который мы должны с вами дать. И совсем не количество соглашений, которых мы на форуме подпишем. Я почему и сказал, неважно их количество. Главное, что мы будем иметь в итоге. Поэтому к коллегам главам муниципальных образований я вот сейчас персонально обращаюсь. Это и есть же ваша работа, это экономика вашего муниципального образования. Но экономика в том числе складывается из инвестиционной привлекательности и привлечения конкретных инвесторов для того, чтобы они эту экономику вам помогли сделать. Бюджет, наполняемость бюджета, вот ваш результат. На подготовку к большому экономическому саммиту остаются буквально считанные дни. Российский инвестиционный форум будет идти два дня, с 15 по 16 февраля. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.